Евангелие от Матфея Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь последнего кадранта. Сегодняшнее евангельское чтение из пятой главы Евангелия от Матфея содержит часть нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. Спаситель говорит, что пришел не нарушить закон, но исполнить его, что ни одна черта или йота Ветхого Завета не приедет до скончания мира. Действительно, говорит блаженный Феофилакт Болгарский, Христос исполнил все заповеди закона, ибо не сотворил беззаконие и не было лезть в устах его. Он исполнил закон и в другом отношении, то есть восполнил его, ибо он полно начертал то, чего закон дал только одну тень. Подобно живописцу, Христос не изглаждает первоначального рисунка, но дополняет его. Исполнение заповедей учениками Христовыми должно быть не внешним лишь только, но должны быть уничтожены самые корни греха, его внутренние основания. Закон говорил, не убивай, ибо будешь подлежать суду. А Христос говорит, и не гневайся напрасно, ибо гневающийся уже наклонен к убийству. В первом послании апостола Иоанна мы читаем, ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Гневающийся может убивать ближнего словом, словами, выражающими презрение, оскорблениями, если кто скажет «рока», презренный, безумный. Спаситель запрещает и словесное убийство, оскорбление. Он говорит, что совершающий таковой будет подлежать суду Синедриона и Гиене Огненной. Блаженный Феофилакт поясняет слова Спасителя, если кто будет бесчестить своего брата, называя его презренным, то он подпадет в суду Собора Апостолов, когда они сядут судить двенадцать колен в последний день. Далее Господь говорит, что мы должны прекращать не только свой гнев, но и гнев ближнего против нас. Причем он не прибавляет, справедливо ли или несправедливо на нас гневаются. Все равно должен примириться. Святой Иоанн Златоуст замечает здесь «О неизреченное человеколюбие». Господь повелевает, чтобы поклонение ему оставлялось вследствие требования любви к ближнему. Оставь свой дар и пойди примирись. Пусть, говорит Спаситель, прервется служение мне, только бы сохранилась твоя любовь, потому что и то жертва, когда кто примиряется с братом. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье. Блаженный Феофилакт, поясняя это место, говорит, некоторые думают, что под соперником, разумеется, дьявол, а под путем – жизнь. Но ты пойми, что Господь говорит это относительно здешних, земных соперников, ибо мы не можем примиряться с дьяволом. Если тебя и обидят, то не ходи в суд, но мирись на пути, чтобы не потерпеть тебе худшего, благодаря могуществу соперника, и не отдать все до последнего гроша. Таков смысл слов Спасителя по объяснению блаженного Феофилакта. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok